Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Годж-Добыкин. Мы с вами на библейском портале экзегет. И мы с вами продолжаем читать вторую книгу Маковеев. Мы уже прочитали шесть глав. Сегодня седьмая. И если вкратце сказать о предыдущем, то над иудеями начинаются гонения. Причем гонения, которые направлены на то, чтобы истребить веру в истинного Бога. В шестой главе рассказывается о мучении книжника, богочестивого старца, которого звали Елеазар. А в седьмой главе рассказывается о мученичестве семи братьев. Читаем эту главу. Ну и я ее толкую. Случилось так же, что были сквачены семь братьев с матерью, и принуждаемое царем есть недозволенное свиное мясо, быв терзаем бичами и жилами. Один из них, приняв на себя ответ, сказал, о чем ты хочешь спрашивать или что узнать от нас? Мы готовы лучше умереть, нежели приступить отеческие законы. Вот эти семь братьев, их мать и мученик Елеазар получили наименование мученики маковейские. Они не имеют никакого отношения к братьям Маковеям, там Иуда и его братьям. Но так как их мучения проходили в период маковейских войн и описаны в маковейских книгах, то они называются маковеями. Причем Елеазар называется учителем этих семи братьев. Имена этих братьев не названы. И имя матери тоже не названо. Но предания доносят нас имена этих людей. Видно, что это имена все греческие. В других преданиях, скажем так, в православном предании это одни имена, в сирийском предании другие имена, в коптском третьи имена. Имена тоже различаются. И братьев, и матери. Но здесь они просто не названы. Итак, семь братьев, их мать, и они приведены перед царем. Царь, ну понятно, что это Антиох Епифан. Когда это происходит, не очень понятно, потому что гонения это 60-е годы, 2 века до Рождества Христова. И вот царь заставляет этих семь братьев по очереди есть недозволенное свиное мясо. В данном случае можем понять, что свиное мясо это не сколько просто кусочек свинины, а скорее всего это идоложертвенное. И соответственно, эти братья, съев этот кусочек мяса, тем самым показывали, что они приняли язычество. И вот они отказываются. Приводят первого, его заставляют это сделать. Он отказывается. И дальше начинаются мучения. Когда царь, озлубившись, приказал рожать сковороды и котлы. Когда они были разжены, тотчас приказал, принявшим на себя ответ, отрезать язык и содрав кожу с него, отсечь члены тела, ввиду прочих братьев и матери. Лишеного всех членов, но еще дышащего, велел отнести костру и жечь на сковороде. Когда же от сковороды распространилось сильное испарение, они вместе с матерью увещевали друг друга мужественно претерпеть смерть, говоря, «Господь Бог видит и поистине милосердится над нами, как Моисей возвестил свои песни пред лицом народа и над рабами своими у милосердится». Здесь, ну, понятно, описание мучений более-менее знакомо нам, потому что мы читали или слышали жития мучеников. И видно, что когда писались жития, они писались по определенному образцу. И начало этих образцов, начало этих житий, понятно, что, скорее всего, взято отсюда. И это действительно так. Мученичество семи братьев и мученичество Елеазара является таким образцом мученичества за Христа, хотя это было еще до Рождества Христова. Святые, святые отцы, когда вспоминали этих мучеников, они их прославляли именно как мучеников Христовых, то есть наши, а не наши. Хотя жили, конечно, они там за два века до Рождества Христова. Ну, как бы текст более-менее понятен. Но есть несколько моментов, которые у нас могут там вызвать вопросы. Вот что за сковороды и котлы? И вот здесь вопрос. Потому что слово-то понятно. Какие-то сковороды, какие-то котлы – это какие-то орудия мучений. Но современные экзегеты, да и не только современные экзегеты, они не знают, что это такое, что они собой представляли, эти орудия пыток. Это очень хорошо, что мы об этом забыли. Ну, небольшое такое отступление. Вы все наверняка видели иконы или картины с распятием Христовым. И все знаете, что гвозди, которые вбиты в руки Христа, они вбиты во ладони. Вот сюда. Вот. Но когда начали как бы исследовать распятие, то определили, что если вбить вот сюда гвозди, то тело не выдержит. Оно обязательно упадет. Ну, потому что здесь не за что держаться гвоздем. И поэтому, когда потом уже археологи нашли людей, которых распинали и хоронили, оказалось, что гвозди вбивались вот сюда. А откуда же вот эта картинка? Вот почему-то сюда нарисовано вот здесь, а не здесь. Константин Великий, когда разрешил христианство миланским диктом, он запретил распятие. И в те времена не изображали распятие, ну, в такой детальности. А когда начали писать иконы или делать фрески с распятием, они просто забыли, куда гвозди-то вбивали. Ну, там читают в руки вбиты. Ну, вот руки, ну, куда вот руки, да? Манус. И поэтому рисовали гвозди, вбитые в ладони. Хотя там их не было. О чем, кстати, свидетельство Туринской плащаницы. Вот. И поэтому вот эти сковороды котлы, ну, что это такое, мы действительно не знаем. Ну, и слава богу, что мы этого не знаем. Просто знаем, что это какие-то орудия пыток. И старший, у него отрезан язык, отрубленные руки, ноги, содрана кожа, он мучается в этой сковороде. И подходят братья, которые тоже держат здесь, как бы держат для того, чтобы они испугались. И они друг друга увещевают и говорят о том, что на самом деле это милосердие божие. Потому что бог умилосердился над рабами своими. Возможно здесь представление о том, что через страдания человек очищает свои грехи. Ну, скорее всего, именно так. Читаем дальше. Потому что описание касается каждого из братьев и, ну, скажем так, мучение каждого раскрывает жизнь и смерть за истинного бога с разных сторон. Когда умер первый, вывели на поругание второго. И, содрав с головы кожу с волосами, спрашивали, будет ли он есть, прежде нежели будет мучиться по частям его тела. Он же отвечал на отеческом языке и сказал, нет. Поэтому и он принял мучение таким же образом, как и первый. Быв же при последнем издыхании сказал, «Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но царь мира воскресит нас, умерших за его законы, для жизни вечной». Продолжаются мучения, заставляют и его есть, то есть принять язычество. Он отказывается. И здесь он исповедует веру в воскресение. Царь мира – это то наименование, которое встречается в иудейском предании и в священном писании, что Бог – это царь. Он воскресит нас для жизни вечной. И здесь четкое исповедание веры в воскресение. Об вере в воскресение будет говориться неоднократно и тоже разные аспекты будут раскрываться. После того, третье подвернуло по руганию и на требование дать язык, так часто выставило неустрашимо, протянув и руки, потому что братья его, первым брату отрезали язык, первым же брату отрубали руки. Ему жена сказал, от неба я получил их, из-за закона его не жалею их, и от него, надеюсь, опять получить их. Сам царь и бывшие с ним изумлены были таким мужественностью отрока, как он ни во что вменял страдания. Тоже исповедание веры. Бог дал мне жизнь, за законы Божии я страдаю, и я надеюсь получить их опять. Здесь снова говорится о воскресении, и смысл там такой. Тело можно уничтожить, тело можно разрубить, но Бог создаст новое тело, или даст новое тело. Царь изумляется. Почему? Хоть он и язычник, но у язычников, да и вообще у всех народов ценится смелость. Смелость перед лицом смерти. Но, несмотря на эту смелость, он тоже погибает. Читаем дальше. Когда скончался и этот, таким же образом терзали и мучили четвертых. Будучи близок к смерти, он так говорил, умирающему, умирающему от людей и вожделенно возлагать надежду на Бога, что он опять оживит его. Для тебя же не будет воскресения в жизни. Вот здесь нужно разобраться, о чем здесь говорится. Этот юноша говорит, я умираю, но я надеюсь воскреснуть. Ты же, царь, не воскреснешь. Но в Священном Писании говорят, что воскреснут все. Да, воскреснут все, но будет как бы два воскресения. Или точнее, будет одно воскресение в двух видах. Воскресение жизни и воскресение наказания или воскресение поругания. Мученик надеется, я воскресну в воскресение жизни, то есть я буду жить вечно, получая награду от Бога. Ты же в это воскресение, в воскресение жизни, не попадешь. Ты попадешь в воскресение суда, в воскресение суждения, в воскресение поругания. По большому счету, если нет или если не попасть в воскресение жизни, то любая другая форма воскресения не имеет смысла. Если не быть с Богом, то неважно, живет человек или не живет человек, как он страдает или не страдает. Если нет Бога, это страшно. Отлучение от Бога самое-самое худшее, что может быть для человека. Поэтому апостол Иоанн Богослов в апокалипсисе говорит, что есть смерть вторая. Смерть вторая – это смерть, когда человек умер, воскрес, услышал приговор идти во тьму внешнюю, во тьму вечную. И вот человек туда отправляется, и там страдания, и там нет Бога. И вот это вот и есть смерть вторая. Поэтому неважно, воскреснет человек или не воскреснет. Важно, в каком состоянии он воскреснет. Хотя, конечно, воскреснут все. Затем привели и начали мучить пятого. Он, смотря на царя, сказал, имея власть над людьми, ты сам, подверженный тлению, делай, что хочешь, но не думай, что род наш оставлен был Богом. Подожди, и ты видишь великую силу его, как он накажет и тебя, и семя твое. Язычники, да и не только язычники, как бы так смотрят. Если человек угоден Богу, то он будет получать награду. Здесь иудеи, эти семь братьев и вообще все иудеи страдают. Значит, Бог их отверг. Вот. Но в истории иудеев к тому времени уже накопилось много событий, много историй, когда Бог вроде бы забывал Израиль. Израиль страдал, но на самом деле Бог оставался с Израилем. Поэтому пятый мученик, он и говорит о том, что не думай, что мы оставлены Богом. Бог с нами. А вот ты будешь наказан Богом, не только ты, но и твои потомки, ну или там семя твое. Так и произошло. Антиох умер, и на престол должен был взойти его сын, но этого сына сверг другой царь, и он его убил. То есть Бог прекратил вот этот нечестивый род. Читаем дальше. Шестое мучение. После этого привлез шестого, который, готовясь на смерть, сказал, не заблуждайся напрасно, ибо мы терпим это за себя, согрешив перед Богом нашим. Оттого и произошло достойное удивление. Но не думай остаться беззаконным ты, дерзнувший противоборствовать Богу. О каком согрешении перед Богом говорит шестой. Мы, 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 все мы, то есть каждый из нас согрешил, и мы терпим для того, чтобы получить очищение своих грехов. Либо весь народ согрешил, и поэтому Бог послал мучения, и мы тоже терпим мучения за весь народ. Вот. Сложно сказать, но к тому времени у иудеев сложилось представление о индивидуальной ответственности. И, возможно, просто этот шестой юноша говорит, что вот у нас есть грехи, мы за них, мы за них страдаем. Но не думай, что Бог наказывает только нас. Он накажет и тебя. Почему? Потому что ты начал бороться с Богом. Хорошо. Идемте дальше. Это шестой, потому что там есть еще седьмой юноша, и есть их мать. И о страданиях и седьмого юноши, и матери тоже говорится. Давайте читать. Это двадцатый стих. Наиболее же достойное удивление и славная память и мать, которая, видя, как семь ее снаемыщины в течение одного дня, благодушно переносила это в надежде на Господа. Исполненная доблестных чувств и укрепляя женское рассуждение мужеским духом. Она пощадила каждого из них на отеческом языке и говорила им. Я не знаю, как вы явились в очревом. Не я дала вам дыхание жизни. Не мной образовался состав каждого. И так творец мира, который образовал природу человеку и устроил происхождение всех, опять даст нам дыхание и жизнь с милостью. Так как вы теперь не щадите самих себя за его законы. Вот мать, которая наставляет своих детей, наставляет на мучения. И здесь двадцать первый стих. Есть определенная сложность. Исполнено доблестных чувств. Ну, доблесть, смелость, да. И укрепляя женское рассуждение мужеским духом, она пощадила каждого из них на отеческом языке. Значит, что здесь? Женское рассуждение. Дальше она говорит о том, что этих детей она родила. То есть, вот это женское рассуждение. Не то, что там она как женщина говорит. Или как-то может кто-то подумать, что автор книги женщин считает более глупыми. Или что-то там, знаете, женская логика. Или еще что-то такое. Ну, нет, конечно. Нет. Она просто говорит о том, что она их родила. То есть, это ее дети, вышедшие из ее чрев. Вот поэтому женское. А почему мужеским духом? Ну, здесь можно разные варианты предположить. Ну, во-первых, можно так растолковать. Но все-таки женщина, она любит своих детей. И как она может их отправить на мучение, порождение ее чрева. Ну, как бы, на это нужен мужество или такой мужской дух. Либо следующее. Значит, вот она произносит эти слова при всех. То есть, публично. А вообще-то не было принято, чтобы женщина публично что-то высказывала. И поэтому вот этот мужеский дух, это вот умение красиво, правильно, четко, громко, понятно, публично сказать вот те слова, которые она их произносит. Она говорит о том, что Бог дал человеку жизнь. И поэтому, так как он дал вам жизнь, готовы за него, будьте готовы за него умереть. Да, эти дети родились от нее, но жизнь им дал. Не она дала, а Бог. И поэтому нужно умирать за него. Ну, понятно, что из-за его закона. Читаем дальше с 24 по 29 стих. Антиох же, думая, что его презирают и принимая эту речь за поругание себе, убеждал самого младшего, который еще остался не только с вами, но клятвенно уверениями, что и богатит его, и счастливит его, если он отступит от этических законов, что будет иметь его другом и верить ему почетные должности. Ну, вот здесь вот как раз называется, что речь идет об Антиохе, потому что раньше он просто цель назывался. И почему он думает, что его там оскорбляют или презирают? Мать этих семи мучеников говорила на отеческом языке. Отеческий язык, это, скорее всего, арамейский, потому что после Вавилонского плена евреи перешли с еврейского языка на арамейский. А так как Антиох говорил, скорее всего, по-гречески, он не понимал, что там происходит, и поэтому думал, что его там оскорбляют. И мать говорит всякие гадости про него. Поэтому он берет младшего, начинает его убеждать, чтобы он принял язычество, будет его другом и получит почетные должности. Вот этот друг царя, это не то, что вот как друзья, там, приятели, да, это, ну, такое номинование почетной должности, или вообще просто должности при дворе. Но юноша нисколько не внимал, то царь, призвав мать, убеждал ей посоветовать сыну сберечь себя. После многих его убеждений она согласила уговаривать сына. Наклонившись же к нему и посмеивая жестокому учителю, она так говорила на отеческом языке. «Сын, жалься надо мной, который 9 месяцев носил тебя в очреве, 3 года питала тебя молоком, скормила и вырастила, и воспитала тебя. «Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю, и видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего, и что так произошел и род человеческий. Не страшись это, убийца, но будь достойным братьев твоих, и прими смерть, чтобы по милости Божией опять прибила тебя с братьями твоими». Мать идет на такую хитрость, она как бы соглашается, да, давайте я поговорю с сыном, и вот она говорит с ним на арамейском языке. «Я тебя 9 месяцев носила в очреве, 3 года питала, долгий срок, действительно на Востоке принято долго ребенка кормить грудью, вырастила, воспитала. Теперь смотри на небо и землю, все это сотворил Бог». И вот здесь стоит фраза, которая по-латински звучит как «Creatio ex nihilo», «Сотворил из ничего», «Сотворил из ничего». А в греческом там стоит фраза, которая означает «из несущего». И вот из этого, вот из этой фразы вытекает в нашем богословии учение о том, что Бог создал мир из ничего. Что значит «из ничего» и почему это такое радикальное учение, отличающее христианство? Значит, если смотреть на языческие мифы, то есть представление о том, что существовала первоматерия. Из этой первоматерии либо появляются боги, либо боги берут и из этой первоматерии создают этот мир. Мир людей. Эта первоматерия существовала вечно, то есть у нее не было начала. Даже если появляются какие-то боги, у богов есть начало. А вот у этой материи начала точно нет. И вот Библия говорит о том, что у мира есть начало. И Бог создает мир. Но вот если мы обратимся к книге Бытия, то там как звучит фраза «вначале Бог создал небо и землю, и земля была безвидна и пуста». Ну и дальше. И вот если смотреть в свете этого отрывка, то можно понять так, что Бог создает материю, из которой появляется все остальное. А если смотреть только книгу Бытия, можно представить так, что вот Бог есть и есть материя, из которой потом что-то появляется. И непонятно, эта материя была создана богом или существовала вечно. Но здесь показывается вера иудеев, которые представляли о том, что был только Бог. Этот Бог создает все из ничего, из несущего. То есть до творения мира ничего не существовало. И на это берется, как вот Бог создал все из ничего, Бог всемогущ, и Он может воскресить человека, воссоздать тело, которое будет уничтожено. А понятно, что этих мучеников сжигают на тех самых котлах и сковородках. Продолжаем читать. Что ты воздвигнешь руку на рабов его. Ибо ты не ушел еще от суда всемогущего и всевидящего Бога. Братья наши, притепев ныне краткое мучение по завету Божию, получили жизнь вечную. А ты по суду Божию понесешь праведное наказание за превозношение. Я же, как и братья мои, предаю дух и душу и тело за отеческие законы, призывая Бога, чтобы он скоро умилосердился над народом. И чтобы ты с муками и карами исповедал, что он есть, он един, есть Бог. И чтобы на мне и на братьях моих окончился гнев всемогущего, праведно постигший весь род наш. Юноша слушает мать, но понятно, что он готов был к мучениям, он готов был страдать. И поэтому он и говорит о том, что я готов умереть за Божий закон, который дан через Моисея. Пускай страдают евреи, пускай наши мучения будут последними мучениями еврейского народа. Сейчас мои братья претерпели краткие мучения и получили жизнь вечную. Обратите внимание, по завету Божию получили жизнь вечную. Закон говорит о том, что если человек будет жить праведно, он получит долгую жизнь. Здесь понимание того, что получишь не просто долгую жизнь, но вечную жизнь. Ну а мучитель, антиох, будет наоборот страдать. Более того, ты поймешь, что тот Бог, против которого ты воюешь, является истинным Богом. Ну и дочитываем 39-40 стих. Тогда раздневный царь поступил с ним еще жесточе, нежели с прочими годами на посмеянии. Так и этот кончил жизнь чистым, всецело положившись на Господа. Понятно, что ему досталось сильнее всех, потому что понятно, что царь терпел-терпел шестерых, да потом еще седьмой, да еще он так высказал достаточно жестко, и поэтому уж он на нем отыгрался. 41 стих говорит об участи матери. «После сына ей скончалась и мать». Здесь немножечко прервемся. Я говорил о том, что жития мучеников, они построены по определенному образцу. И вот этот образец ориентирован на мучеников макоейских. И действительно, маковеев почитали, как мучеников, и их мучения были образцом для житий. Но вот есть житие, которое очень похоже на именно эти мучения. Это житие веры, надежды и любови матери к Софии. И как раз вот это окончание, что умирают три девушки, а потом на их могиле умирает и мать. Ну и последний стих седьмой главы. «О жертвах идольских и необыкновенных муках сказано довольно». Ну это приписка, которая говорит, что все, хватит рассказывать. Теперь переходим к следующей истории. История войны под руководством Иуда Маковея. Но это уже восьмая глава, а мы с вами прочитали седьмую. Прочитали о мучениках маковейских, о мучениках за Христа, но еще до Христа. И это наши мученики, наши христианские мученики. Спасибо за внимание. Мы с вами были на библейском портале Экзегет. Меня зовут Дмитрий Берщ-Добыкин. До свидания. Всего доброго. До встречи.